здравствуйте дорогие друзья мы совершенно с Татьяной не мы вас не вводим в заблуждение когда говорим что мы не знаем часто перед эфиром то что будет говорить другой даже не часто а почти всегда мы не знаем какие я не знаю в чем Татьяна будет одета я не знаю о чем она начнет говорить и в этой каждодневной неожиданности мне кажется один из ключей успеха этих наших эфиров а мне кажется что они достаточно успешные мне кажется что в этой неотрепетированности в их спонтанности в неожиданности да у нас есть тема у нас есть тема и мы вам заранее говорим тему как минимум за несколько часов за сутки в случае с французской недели мы вам даже дали тему за несколько дней но мы никогда не знаем куда нас заведет разговор мы не пишем сценарий мы совершенно не не репетируем вот я сейчас с таким же удивлением увижу во что одета Татьяна что она не надета вот здравствуйте что ты так хочешь это твой подарок да нет но просто мой моя речь пока ты не появилась была о том что я никогда не знаю в чем ты будешь одета и что ты наденешь на себя и и это мой ежедневный квиз и вообще мы не знаем о чем мы будем в самом начале говорить с чего мы будем начинать мы никогда не репетируем не пишем сценарий мы более-менее знаем общую тему мы придумываем ее но мы можем ровно так же и без этой общей темы говорить но интересно до этого нужен театр нам нужно но все же и говорят что он у нас в общем в каком-то смысле микрофона да театр микрофона мы могли бы собственно говоря даже без видео могли бы но тогда бы если бы мы были без видео тогда бы наши слушатели не видели твои умопомрачительные наряды мой купаж да прекрасный как потратить и получить удовольствие было моей работой и я можно сказать преуспела так как меня я была нарасхват со своей функцией и действительно функция полезная не смейся и я задала себе вопросом потому что но ты мне вчера сказал что я ни разу не повторилась когда я кричала тебе за полминуты до выхода в эфир мне нравится когда ты сверху в этих словах выходил курьер я кричала тебя в громкую связь ты вот так хохотал и в общем курьер который приезжает ко мне третий год несколько несколько знаешь ну так несколько ну что-то личное она слышала скажем так пухтел он или что с ним было я не знаю потому что я должна была успеть потому что мне безумно нравится когда ты сверху но но у меня есть опыт того что когда мы с тобой гостеприимные хозяева принимаем частых гостей желанных частых умных прекрасных собеседников и абсолютно международно со всего глобуса но не венгерских консервов а глобуса моей жизни нашей с тобой жизни глобуса или нашего гостовой глобуса вот как надо говорить и я подумала что если шай и блуза помнишь смокинг от бельгийца повторяется не скромно менять фулары эйдж так часто и я подумала что пусть цветы будут другие и цвет напитков будет другой не такой как вчера и я прошу твоей помощи так это не звонок другу это просто даже больше чем звонок другу потому что я это буду вливать себе в рот сегодня международный день чая оказывается две конфессии 15 декабря накануне моей священной даты я думаю в Стокгольме мы опять это или в Венеции отметим 15 декабря и 21 мая и 21 мая объединенные нации ООН по-русски абсолютно утвердили узаконили этот праздник не зная о ТИФАТУ и как долго прозлится самоизоляция у меня к тебе вопрос у меня есть несколько белых чаек по рецепту Юлии у меня есть доктор Юлия по рецепту Юлии есть органик белый пуэр Китай естественно Гуангбай есть белый чай Байхо Йинджен серебряные серебряные с этим я уже тоже выступала с этим я выступала это мое частое выступление и есть чудесный Паймутан обязательный роскошный Паймутан и в честь международного дня чая не этот курьер а предыдущий привез мне вот такой подарок это ты уже засветила в своем инстаграме нет ничего это все другое так невежливо говорить это уже было я хочу вам дать комплимент хотя наверное вам все это говорят так развивежливо ничего я не светила вот этого вот этого ты никогда не видел это все в тон я кстати ароматов такого пиона аромата я наверное очень хочется пионового чая правда всегда никогда я ничего подобного не светила это мой эрмитаж а ничего себе пич лес хорошо что ты сверху а не снизу кто это тебе сделал нагоми галери и затем прописан рецепт на бланке нагоми да прописан рецепт написано правда дорогая Татьянова чтобы я исполняла это более не так как врач пишет что ничего не понятно мне положили не зная о моем матче сегодняшнем прекрасную ши Шира Химе белый Сенча Япония золотой призер всемирного конкурса зеленого чая и Монте Коллекшн Сенча но с большими белыми листьями вода 60-70 6 грамм на 170 миллилитров 90 секунд вторая вода 10 секунд что пробуем Япония Я думаю что все-таки белый чай останемся в белом чай в новую пиалу в синчу или в белом чай в белую пиалу белый чай хорошо договорились хорошо тем более что мы знаем что белый чай часто сравнивают с пионом да это и есть поэтому только ниточка красная но это твое восхищение пионами стараюсь по твой интерьер соответствовать и наше восхищение тобою они слились в этом чае или в пиалу керамику а ты знаешь ну я тоже правда мне не курьер ну курьер принес но я сделал себе подарок тоже вот такую чайную пару без ручки Ген хорошая ли это без ручки настоящая ли это без ручки это английская мануфактура Нью Холл примерно 1825 год это что золото да костяной фарфор светящийся и мне просто страшно понравилось ко всему прочему что это чашка без ручки вот тогдашний ориентализм тогдашнее стремление к всему этому восточному я я приобрел очередные на день чая я приобрел две чайные пары одну из них я тебе уже показал я сегодня ее повесил в инстаграме вот и и и и и и вторая вот это и чай который я пью это так называемый жидкий янтарь из нитки роскошно но у меня еще тут есть небольшой я думаю что как никакой другой чай этот похож на цвет прекрасного коньяка а что ты пьешь я уже вчера ты этим уже вчера хвастался что-то в пятнадцатом поколении я пью но сегодня мы собственно объявили что мы пьем поэтому уж тут не будем делать ну что из годы у тебя был выбор ты постил разное качество да я ровно то что я поставил пост то я и пью это годы причем ну роскошно да я считаю что вот этот вот который пониже надо испробовать да но я потом еще это не все что у меня это интересно значит мы сейчас будем говорить об истории семьи это ну есть семьи которые начали делать коньяк их именами называются коньяки и потом они отошли от дел продали в первом каком-нибудь там восьмом поколении коньяк все равно называется коньяк все равно называется их именем но не имеет к ним уже никакого отношения есть вот мы вчера говорили что владение коньяком Луи 13 не переходило из рук в руки там это нельзя назвать одной семьей потому что в какой-то момент у Реми Мартанов не осталось наследников и семейная компания досталась мужу дочери после чего у них тоже не было наследников и там еще раз перешло но тем не менее мне советуют уколоть лобик я предлагаю вам уколоть лобик и до этого отключиться покинуть эфир вот прямо мой искренний вам совет может быть не только лобик простите Татьяна я тебе говорил не читай комментарии зачем же ты мне вчера сказал что надо читать вот я прочла нет я тебе сказал что не читай во время эфира так вот и это уникальная история это уникальная история потому что Бонавентура Годет и тогда он был не Годет не француз он был голландец конечно то есть он наверное был Годет Годет вообще ты помнишь что я в Милане жила на улице Бонавентура Кавалерий мне страшно нравится имя Бонавентура это же латинское это прекрасное приключение прекрасное приключение и вот Бонавентура Годет отправился в прекрасное приключение в никому из голландцев особо неизвестное Ларошель а Ларошель как это не странно это мы знаем да помним из трех мушкетеров помним вообще много чего про этот город мы вчера вспоминали с тобой Ильдере который с другой стороны роскошный роскошный город лучшие устрицы и вообще это фантастическое место так вот он прибывает туда в 1588 году он торгует солью но быстро почти 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 моментально понимает что кроме соли есть кое-что это бы мы поняли кое-что получше а кое-что получше в этот момент рождалось в Ларошели потому что там сошлись две традиции французского виноделия и арабского умения дистиллировать арабы придумали процесс дистилляции и несмотря на то что сейчас как мы знаем мусульмане не пьют это страшный грех и так далее но во времена более ранние как мы помним из поэзии Руми и Амара Хаяма и Низами и так далее многое посвящено введена была не переводчиками браво тем более что многие были суфистами а суфи входят в транс и многие из них входили в транс под воздействием алкоголя и достигали религиозного просветления и так далее и короче говоря арабы были мастерами дистилляции сделаю историю короче мастера дистилляции сошлись с мастерами выращивания винограда и виноделия но те кто делал виноград не могли его сохранять он вино скисало те кто делал дистилляцию могли дистиллировать все что угодно в том числе скисшее вино потому что в нем можно сахар превратить в алкоголь стали дистиллировать Но дистиллят, понятно, был рожден раньше А вот коньяк рождается тогда, когда по какой-то причине решили обжечь бочки изнутри Может случайно, может пожар, может еще что-то Ну, я думаю, когда герметичности добивались, как? Короче говоря, стали лить этот спирт в обожженные бочки И получили совершенно другой напиток Который стали называть, ты знаешь, как его называли в то время? Да, знаю, бренд вайн Его называли голландское сжженное вино Бренд вайн Голландское сжженное вино То есть там вот эта вот карамельная история с сожженным изнутри дубом То, чего сейчас все избегают, но в технологии все равно Это голландский ноу-хау, лайфхак существует Удивительно Я просто хочу пояснить, что мой любимец теперь Бонавентура Гаде Просто я забыла о том, что он был Бонавентура Он приехал впервые в Лерашель в 1550 году А уже в 1580, когда он преуспел, папаша Гаде, назовем его уже так Генрих IV подарил ему саблю в честь того, что он делает, прости, меч В честь того, что он делает приличный товар Француз Но голландцы, как мы знаем Мой первый директор в Мойтхенесси был Ричард Озенс Роскошный голландец Роскошный голландец И голландцы преуспели в торговле, как ты знаешь И голландцы, и Шелл И очень много историй относят к нас к голландцам И поэтому удивительная нация И вот эта семейная история Если мы вчера действительно говорили о великом Не побоюсь этого слова, о лучшем в коньяке То сегодня мы говорим о уникальной семейной традиции Семейной ценности, подлинной драгоценности На бутылке написано Не с этикетки знаю Что это 15 поколений Абсолютно И то, что главное Знаешь, как в моем этикете У меня всегда есть параллель с этикетом Говорят, что это классические правила Которые абсолютно Ну, нафталин, фру-фру И кому они нужны Так вот, когда я считаю себя Ну, во-первых, мое место рождения Это все-таки Северная Европа И ты знаешь, какие два алкогольных напитка Обожают успешные скандинавы Это много шампанского и много коньяка И они приучили меня к тем маркам Они никогда не назовут это Godet Они назовут это Godet Renault Они назовут Renault Но при этом Это их марки И я живу в стране, где Godet корон И это действительно уникальная история Это, конечно, для тех, кто понимает Но цена, качество И уникальность вот этой истории Посмотри, какой цвет Покажи еще Но это, я не знаю Не за счет московского солнца Но нереально Вот это действительно очень красиво Не скрою У меня такого продукта нет Но у меня есть другой У меня есть у тебя маленькая месть И квиз Ты должен сейчас первые 20 минут думать Но ты знаешь, что это? Это не XO Это ничего такого Это уникальный продукт, который Godet делает у себя Это почти никто не делает Это называется Single Grape Мы знаем, что Но и мой продукт Сюрприз будет Семь Да, я уверен Прости, я не договорила Прости, Геночка Я хотела параллель провести с этикетом О том, что фру-фру И классические правила никому не нужны Вот в данном случае Ты подтверди Что это 15 поколений И сейчас 300 брата-акробата Занимаются компанией Godet Старший брат Мастер-купажа Селомастер Средний Креативный директор И младший брат Отвечает за трейд За распространение Отвечает за продажи И он часто, кстати Я с ним даже лично была знакома в Москве И как ты знаешь Нас связывает даже Меня связывает с Godet Очень приятная история И это действительно так И старшему брату 40 лет Это молодое абсолютно поколение Как вчерашний наш пример С абсолютно молодым мастером-купажа Они делают сказочный современный продукт На своих традициях Вот эта классика В современнейшем преломлении Для меня это абсолютная value Это история, которую мне не нужно внушать И я в это абсолютно верю И действительно не нужно сложной бутылки Покажи еще раз Очень красиво Это уникальная штука Один сорт винограда Один сорт винограда Мы вчера говорили о том Что мы не знаем по винному делу Таких сортов винограда То есть ни в Бордо, ни в Бургунде Они нигде не выращиваются Основной сорт винограда Называется униблан 98% винограда Который в зоне коньяка Выращивается Это униблан Но есть еще 3-4 небольших сорта Которые Вот, например, вот этот вот сорт Называется фольблан Фольбланш Так вот Это собранный только фольбланш Из которого сделан спирт И из которого сделан потом коньяк То есть это уникальный достаточно продукт И довольно интересный Помнишь, на самом деле Гаде спасли этот фольбланш Потому что филаксера все съела Филаксера убила весь фольбланш И они способные голландцы Все равно голландские корни Понятно, голландские корни Они нашли этот сохраненный фольбланш Они нашли где? В Камарге Где живут Джипси Кинг сейчас И где белые лошадки скачут по дюнам И где мы с тобой любим бывать И где действительно гастрономический топ Ни в коем случае не хочу сказать Что Бордо, Ля Рошель Коньяк не гастрономический топ Там масса отелей, масса замков Самая высокая концентрация замков Во Франции Это как раз там Ля Рошель вниз И еще И он возродил этот фольбланш И кроме того Они складируют И производят свой коньяк Очень близко к океану На котором расположена Ля Рошель Ну конечно Это чуть-чуть йод Это чуть-чуть соль И это абсолютно другой вкус Ну аромат Опиши Что нужно сказать о коньяке Что нужно сказать о вине Нас спрашивали Мы ввели эту рубрику Ты знаешь Ну мне теперь У тебя и рюмка ГД У меня и рюмка ГД Мне теперь Скоро сделаем Косткамеру Мне теперь Конечно После того Как я 22 минуты Смотрю На тебя И на твои желтые пионы И хочется Смотреть и смотреть Мне конечно Первый нос Мне послышались пионы Браво Это же Там очень много цветка Где-то фиалка Где-то совсем мальва Потому что У океана будет мальва Длинная мальва Помнишь мальва Это слегка 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 неожиданный коньяк Конечно Потому что Ну мы привыкли Ну понятно Что Это все равно спирт Да Но спирт Сделанный из другого винограда И Совсем без униблана И это дает Точный фрукт Меня учили Ты знаешь Дает совершенно другие Абертона Но вот скандинавы Любят Мягкое Любят Не сигарное Любят Именно Ну ты знаешь Чернослив Ну Сто процентов Курага Сто процентов Курага Немного Даже не курага Скорее Ты знаешь Скорее Пелый виноград Персик 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 Сушеный персик Пелый желтый виноград Вот на самом деле Ты знаешь Армянский сушеный персик Который потрясающий Я еще не отъедала А уже армянский сушеный персик Но действительно И это Это прямо Конечно Мы опять Опять Должны сказать Слово симфония Потому что Ну это Это абсолютно Симфоническое произведение И Хочу показать Бутылку еще Которая Конечно Это не карав Сен-Луи Или Или Бакара Но смотри Как сделана Бутылка С твоей Любимой И такой Удобной Для разливания Это очень удобная Бутылка Это очень удобная Бутылочка Сохранишь для меня? Я свечки поставлю Я тебе сохраню Бутылочку Конечно У тебя что Только один сорт Гаде? Я не верю У меня один сорт Гаде Да У меня тоже Один сорт Гаде Хочешь Сюрприз Мой? Да Нам Тот самый Жан Эдуард Сын Жан Жака Поколение Номер Пятнадцать А ты знаешь Что Жан Жак Мой любимый Герой Из конечного мира Я тебе скажу Почему Да Нам Жан Эдуард Сегодня Во всемирный день Чая И в день Вознесения Господнего Сегодня католики Отмечают день Вознесения И он Прислал нам С тобой Видео Открытку Да ты что Вот это я понимаю Молодое поколение Спрашивает Зачем нужен Коньяк Плохо К сожалению Слышно Но я Зачитаю Рояль Все что нужно Для самопрезентации Садик Салон Рояль Ну посмотри Хорош Я Я встречалась С ним Поэтому я Обсуждать Мужчину Не могу Могу Только Говорить Об умелой Самопрезентации Бар Хороший Геннадий Отмечаем Хороший Бар Неплохой Бар И состоит Не только Из коньяков Я заметила Американ Бар Да Так вот Наш друг Жан Эдуард Говорит Сегодня особый день 21 мая Католики Празднуют Отмечают Вознесение Господне В этот день Апостолы Последний раз Видели Христа Перед тем Как он Вознесся А Я же тебе говорила У меня сюрприз От папы От Жан Жака I'm well equipped I'm doing nicely here Смотри, как я там Хорошо в экранчике Рядом Да ты вообще Как будто бармен Ты вообще просто Как будто ты Мастер-купажа И одновременно Геннадий Но Почему я люблю Эту семью? Потому что Я не могу долго держать Ты поймешь почему Да Потому что Жан Жак Отец этих прекрасных сыновей Так Процентов 80 Процентов 80 Своего времени Проводят на Яхте Моторной И он Поехал Никуда Иначе Как в Антарктику И в память О своем путешествии Он попросил Своего сына Мастера-купажа Композитора Сделать что-то Абсолютно Незабываемое Потому что Понятно Что Антарктика Я не думаю Что он поплыл На своем судне Я думаю Что все-таки Это было Что-то Что-то Абсолютно Оборудованное Но это было Он сказал Это было Один из самых Красивых путешествий В моей жизни Сделай что-то Особенное И что сделал Этот молодой Талантливый Мальчик Он взял Этот свой Семейный Виноград Так Он выдержал Его 7 лет В бочках Которым Уже 100 лет Которые уже Не отдают Цвет А дают Только вкус Когда Ты покупаешь Вот эту Бутылочку Ее нужно Крадить В морозильнике Когда ты покупаешь Я всегда все Что в морозилке Миниатюры кладу Меня научили Чтоб не подделывали И чтоб первое Открыть У меня таких Целое Ледовых кубиков Таких немало На ней написано Все очень просто I see white И написано Что это О Д Ви Д Ван То есть Это Дистиллят Винограда Коньячного Уровня Но у меня На это Есть мальцов Который Тоже живет Всегда в холодильнике Это штраф Я его могу Поставить на стол Только когда Выпьют Это я купила Да Это русский Тач Во всей этой истории Поэтому мы Наливаем Мою Ну скажи Киска Никто не поверит Что это действительно Я демонстрирую Годэ Я демонстрирую I see white То, что это все легально И это не парфюм Здесь все написано На этикетке Что удобно В Европе Да, все рассмотрели Антарктика Это Антарктика И теперь я Позволь Ну просто сладость Никакого спирта Ну понятно, что Холод Вот это сенсация Вот только поэтому Плохо выпивать Онлайн Я не могу Тебя сейчас угостить Это мой Твой сюрприз Это ни в коем случае Ни пейбэк Ни один ноль Ничего Я хочу тебя Насколько я люблю Молодое поколение Которое продолжает Дело родителей И он скромно сказал Что тост За вознесение Но это действительно Тост За таких Способных сыновей И которые Привезли Его в Россию Да И которые Следят за дистрибьюцией Мария Гюлер Назначена Присматривать за брендом И все эти Совпадения В нашей жизни Да Они совершенно Не случайны И это Очень 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 приятно Поэтому Знаешь что Султана Вот что я вспомнила Как называется Этот очень зрелый Почти безюм Султана Вернград Да Султана Большой желтый Такой Это вот Султана Это то что Гастрономическая Уже да Игрушка Султана Да И здесь конечно Есть апельсиновый цветок Без Йод И знаешь что Есть еще Вот прямо очевидно Я вечером Очень люблю Ромашку Итальянскую Вот здесь Ромашка Камумилла Нереально И ты видишь Как отработал Лебедь Я думаю Даже годы Еще такого Перформанса Не видели И теперь Я могу Все это красиво Поставить на поднос Штрафная Выпита Удивительно конечно Я помню Что когда ты работала На водочную компанию Да На русский стандарт И в это время Во всем мире Вдруг Возник страшный Страшный спрос На белые дистилляты На прозрачные дистилляты На Это тренды Да И я помню Что бросились Коньячные дома И винокурни Шотландские Делать Делать Эти дистилляты Но Они делали их Совершенно по-другому Они их просто Вообще Не выдерживали Они их вообще Не выдерживали То есть продавали Это как бы Был начальный уровень Они просто продавали Находили Хорошие дистилляты У них лаунж И семь лет Нереально Это действительно Ты был так И эта идея Выдерживать Коньяки В бочках Которые уже Не дают Цвета Потому что Этой бочке Сто и больше лет А эти бочки Есть только У старых домов Это конечно Гениальная идея Она Гениальная Вся история Вся абсолютная история Она вроде бы Очевидна Она проста Но почему Она не пришла В голову Другим Татьяна Пьет Коньяк Который Называется Антарктика Или Он называется Айси Вайт Айси Вайт О-де-ви Д-ван И это Удивительная История Это коньяк Который можно пить Легально Импортирован На мою родину Легально Это коньяк Который можно И рекомендуется Использовать В коктейлях Например Вот пишут Наши друзья Из годы Лэйзи Дог Например Одна часть Антарктика Это очень известный Коктейль Половина части Свежего Сока Мексиканского Лайма Четвертушка Трипл Сека И Восьмушка Сахарного Сиропа Пару Капель Ням Хорошо Взбить И Сервировать В бокале Для мартини Не буду говорить Какое я вчера В Сан-Луи Видела Небольшой Небольшой Томблер С насадкой В котором Удобно Шейк Шейк делать Это хрусталь Сан-Луи С насадкой Поэтому Я хочу Продлить Это удовольствие И поженить Мой шикарный Но понравилась Птица Вообще Тебя все Просят показать Птицу Да Но только Если все Будут покупать Годек Птица Вот Это Абсолютная Гусь Хрустальная Она всегда Была В свое время Абсолютная Гусь Хрустальная Я плачу 16 рублей За нее В Самаре Дала 30 рублей Сторговала Две штуки Это мой лучший Подарок Они кладут Это в газету И все Мои итальянцы Которых Трудно Чем-то Удивить Они всегда Просят Водки Потому что Действительно Есть очень Знаковые Водки В России И всегда Они получают Мой сюрприз И они Вынимают Из холодильника У них Есть Перформанс Поэтому Пионы Шаль Твой подарок Чаи Подарок Из Нагоми Из Лимассоля И вот Эта история Я считаю Что наши гости Вполне Могут быть Тоже неплох Я в изумлении От твоего выбора Я не договорю Не допроизнес речь Нашего друга Жан Эдуарда Я просто Быстро Зачитаю Что Он сказал Что сегодня День Вознесения Но и для нас Любителей коньяка Это Особый день Наш первый опыт Виртуальной дегустации Наш Имеется ввиду Для салона Для Компании Годы И наши друзья Геннадий И Татьяна Сделали Классное шоу И хочу Пожелать Всем Зрителям Этого шоу Приятного вечера Дорогой Ты шоумен И И И Предлагаю Отпраздновать Вместе Всем вместе Весну Скорое окончание Карантина Возвращение К жизни Да здравствует Россия Да здравствует Коньяк Годы Ну и Добавлю Эстония Конечно Тоже Ну Эстония За то Что Есть такие Игрушки Есть такие Игрушки И за нас С тобой За то Что ты Это все Придумал И за то Что у меня Есть фантазия Это разыскать И разыскать Приручить Этих лебедей Прекрасных И сдать Комплимент Прекрасным Французам Которые Очень умеют Выразить Твое Признание И сказать Комплимент Прекрасным Русским Из Алианта Групп Которые Которые Это все Привозят Потому что Доносят Дистрибьютируют Доносят С продуктом Живут им В данном Случае Ну Это действительно Но ты знаешь Это же часть культуры Напомню Мой папа стеснялся Моих алкогольных Увлечений Дистрибьюции Мерчендайзинга Факсов Которые Приползали Посылки Которые приходили С нюхательными Бутылочками Это все Он не очень понимал Но при этом Я горда За семью В 15 поколениях Которая Возится И делает Такого уровня Новые продукты Семь лет Выдержали Сто летних Бочков Своих И В Камарге Найденный Фоли Блан Это Ну действительно Это Это роман На самом деле Я удивляюсь Что нет Нет ни одного Фильма Но В Ля Рушеле Как ты знаешь И было снято Я сняла Свой фильм Да Мы понимаем Почему Это и есть фильм Почему Буэнавентура Почему Буэнавентура Приехала именно туда Потому что Что в Камарге Была и есть Лучшая на свете Соль Знаменитая Гастрономическая Цветы Камарга Да Называется Цветы соли Или цветы Камарга Это Потрясающе И на самом деле Ты знаешь Ведь Соль У соли Тоже есть Аромат И вот Если Послушать Камаргскую Соль И сравнить С ароматом Коньяка Мы найдем Много общего Там тоже Будут Такие Знаешь Вот сейчас У меня он Постоял Ты знаешь Это Литеральные Цветы Это цветы Которые Выросли На берегу Моря Это цветы Которые Все время Их нагибает Ветер Много солнца Они растут На песке И Они поэтому Они Отдают Вечером Ты знаешь Они же днем Не пахнут Но когда Садится солнце После заката На Вот это В сумерках Они начинают Нестерпимо Сильно пахнуть Они Отдают Все накопленное За день Все вот эти Ароматы Йоды Все это Вот это Смолистое Под солнцем Накопленное Дает удовольствие Жизни На берегу Океана В этом Роскошном Роскошной Части света Не туристической Абсолютно Простите Не туристической И вот эти Дюны Это действительно Такая Кто-то Сравнивает С Калифорнией Калифорния Совершенно Другое Это Абсолютная Франция Роскошная И вот Этот аромат Который Сейчас Я не знаю Как я угадала С пионами Потому что Это прям Настоящая Симфония Роскошная И Сан-Луи Как Я бы не стала В коктейль мешать Не стала Too good to be Ну Можно У меня была Прекрасная история Связанная с Ильдере Мы как-то С друзьями Это Илья Осколков Цинципер Основатель афиши Который Отец Миры Отец Миры Нашей подруги Который Сегодня В 7 часов Можно Его Вместе с Юрием Сопрыкиным И с Максимом Семеляком Послушать В зуме Они рассказывают О создании Афиши В пользу Центра Антон Тут Рядом И если вы зайдете На сайт Центра То там найдете Ссылку Или Например У меня в сторис Вы найдете Эту ссылку Или у меня На фейсбуке Так вот Мы с Ильей С его сыном Друзья Что на океане Приливы Отливы Это не Сантиметры Это многие метры Там меняется Уровень Приливный Отливный На 6 7 10 метров Поэтому там Все причалы Они Огромной Высоты И вот Эта прекрасная Гавань Вокруг которой Стоят ресторанчики Мы приехали Наверное В 2 часа дня Когда все рестораны Как один Закрылись Как мы любим С тобой Как мы любим Франция Еще осуждаем Франка за то Что он украл Тогда у Андрея Закуску Да Не украл Он Позволил себе Продегустировать Угоститься Угоститься Браво И мы нашли Какой-то Скорее Такой Полубар Ресторан Бар Который мы зашли И там еще сидели Посетители И мы говорим А накормите ли вы Нас чем-то Она сказала У меня есть У меня есть Сосисон Конечно У нее было Знаешь Вот так вот На Как вот Подставки Под рулон Бумажных полотенец У нее Также была Подставка И на ней Был сосисон Бесконечный Она говорит Вам сколько Тюнинг быта Вам сколько Сантиметров Отрезать Не на вес Там продавалось Они продавали Его на сантиметры Во-первых Там естественно Нашлась вина Она сказала Знаете Вот если вы Пока поедите Колбасу Выпейте вина Нам в принципе И этого уже хватило Она дала нам еще хлеба Прекрасного французского хлеба Какая же французенка Бес хлеба Я сейчас Разберусь С клиентами Она была Дивно мила Приятная Совершенно Вот это Ты знаешь В этой части Франции Совершенно Другие французы Ну Мне так кажется Она была Дивно мила С нами Она сказала Я сейчас Разберусь С вот этими клиентами Которыми я еще Должна Подать десерт И так далее Рассчитаю их И если вы хотите Я открою вам устриц И мы сказали Мы конечно же Мечтаем об устрицах И кто не знает Ильдере Это Фактически Родина всех устриц Потому что Ниже Вода Слишком холодная Туда уже В сторону Биорица Выше Слишком теплая И идеальная вода Для созревания Устричных мальков Это Ильдере Откуда Их уже посылают В Британию Нормандию И Низ И так далее Мне же Конкаль Очень нравится Прости Загрузка Да Но это тоже Недалеко Но Мы естественно Немедленно Заказали шампанского Мы Естественно Дождались Устриц Она сказала Ну сколько вам Дюжины хватит А А четыре есть Она сказала Ну Окей Гайз Вы не знаете Размер Моих Устриц Мы справились С четырьмя Дюжинами Естественно И с бутылочкой Шампанского Одной И И дальше Мы поняли Что Уже Ехать Никуда Не имеет Смысла Зачем И прямо И прямо На площади Нашли гостиницу Она Называется Отель Дей Той Рас В этой гавани Сан-Мартан Настоящая Прямо На первой линии Вот прямо У причала Аккуратно Аккуратно Отремонтировано Феноменально Отремонтировано Аккуратно Аккуратно У меня в голове Что-то Создал Гостиницу Георг Пятый Который Сделал Из нее Фор Сизонс Который Сделал Реконструкцию Который Привел ее Фор Сизонс Который Сделал Невозможное Это был Первый Фор Сизонс Во Франции И Его Этот Сам дворец Купили Арабы И там Масса Всяких Привходящих Исходящих И он Взялся За Невозможное Он хотел Создать Гостиницу С трехзвездочным Рестораном И ему Тоже Удалось Хотя Это уже Третью звезду Получил После его Ухода Ресторан И он Ушел Не сам Он ушел Не сам Да Он ушел Не сам Ну как Он уволился Сам Мы его Заставили Он У него Случился Адюльтер У него Случился Адюльтер С Прекрасной Прекрасной Совершенно Девушкой Коллегой Коллегой Которая Которая Руководила Отделом Ну вот Этого Уборка Всего Смена Постели Уборка И так далее Как это называется Это была Дивишн Не рум сервиса Ну не важно А Прелестная Молодая Девушка Который Ну Так сказать Four seasons Как Американская Канадская Компания Не поощряя Он не может Быть успешным Без этого Чтобы этот дивизион Не подводил Нет Это один из основных Дивизион Его Фактически Заставили уйти Ее тоже Он Развелся с женой И развод ему стоил Всего Что он накопил До этого Так сказать Своей жизни И Ну не все Естественно Да Он Он сам С Ильдере И он решил Для По-моему Я звать Патрисия Он решил Для нее Сделать Отель Небольшой Номерным фондом Который бы она могла Который бы она могла Take care У них стали Рождаться дети Один за другим И И он купил Несколько домов На первой линии Ну то есть Видимо все-таки Не все деньги ушли Бывшей жене Хотя Он говорит Что это был Очень токсичный Развод Он купил Несколько домов Объединил их В одну гостиницу И набрал Персонал такой Который У маленькой гостиницы Просто не может быть Там например Food and Beverage Был из Хилтона И так далее И он сделал Фантастическую Своих людей Фантастическую Гостиницу С очень большим Вкусом Сделанную Отель Де Тойрас И И С прекрасным Рестораном И это Как бы Он сделал В честь Своей жены Потом Он стал Генеральным Директором Бристоля В Париже Конкуренты Простили ему Да И Массу Массу Нововведений Там сделал Он Он Очень Интересная История Он выгнал Оттуда Ансимонен И Привел Швейцарский Бренд Как он Называется Ну не важно Ла Прери Ла Прери Он Привел Туда Кота Фараона Он завел В отеле В грандотеле Кошку Кота Потом К ней Добавилась Клеопатра Но Клеопатра Потом Переехала В Баден Баден Это моя Подруга По Бадену Потом И оттуда Он тоже ушел По другим Причинам Но тоже ушел И стал Генеральным директором Небольшой сети Ла Резерв Которая Понадлежит Владельцу Бордовского Одного Из Бордовских Замков И Ну и оттуда Он ушел И стал Заниматься Виноделием У него Сейчас Бордо Шаток Ларис Названный В честь Дочери Замок Бордовский Он делает Прекрасное вино И неплохо Главное Что он Абсолютно Счастлив По-моему Ну так вот В этой гостинице Шатут Той раз Отель Той раз Мы Переночевали Уходишь Связь уходит Да Ну У меня Все тут Все хорошо Может быть Только у меня Извини Ну вот Собственно говоря Это End of the story Мы переночевали И Это как раз Но вы встретили Его там Нет Его не было там Его не было там Потому что Он В это время Уже Чем-то руководил Другим Культовое место Для французов И сколько там Прекрасный Ну Для меня Лето Это Вот как раз Побережье Ильдере И это Трава И на самом деле О своей коллекции Вот этих Полевых цветов Я всегда Вспоминала Там Это была Моя детская Мечта У меня У меня Много Гербария С Ильдере И вот С этих Атлантических Когда ты Так Красиво Вообще Не по-мужски Рассказываешь Об этих Растениях Которые Действительно Делятся Ароматом Поздно Вечером И рано Рано Утром Для тех Кто действительно Хочет К ним Подойти И те Которым Эти растения Приятны Есть очень Много Бесполезных Людей Которые Не реагируют На растения Не знают Их названия К тому же Не знают Как их зовут Я тоже не знаю Я все время путаю Забываю Но Но я тебе Всегда помогаю Да Да И действительно Я на самом деле Благодарна тебе За эту тему И я Большая Поклонница Этих Поколений Гаде И я Очень часто Рассказываю О них В своем Курсе Семейные Ценности Подлинные Драгоценности Потому как Это действительно True story Мне нравится Когда женщины Как Доминик Ведут бизнес И достигают Мне очень нравится Мне нравится Когда дочери Форте Подхватывают И Мальчик Форте Сын Форте Подхватывает Мне это все нравится Так же Как его отец Спас Умирающий бизнес Минус бизнес Да Сэр Рокко Много сделал И отец Умирая Попросил его Сказал Если ты об одном Отеле позаботишься Я буду доволен И это действительно Челлендж Потому что Они могли бы Продать бизнес Жить На Сан-Барте И пересаживать Пальмы И были бы счастливы И с такой внешностью Им бы это очень подошло И в них бы влюбилась Бритни Спирс Например Да И они бы Может быть Для нее Сделали вино А тут они продолжают Этот действительно Бизнес Который начат И 1555 По-моему И они Должны для меня Сделать Абсолютно Неконячную Бутылку Это абсолютно Парфюм И то что Здесь гордо И очень красиво На нижней Линии Не на первой линии Как я Но на нижней Линии Написано Что это Сделано Во Франции Но это Это просто Брависсимо Это действительно Мой лебедь Доволен Возможностью Выйти Из глубокого холода Узнал Что уже за окном Весна Он редко выходит Но я думаю Что это был Шикарный для него повод Это удивительная история Абсолютно И Франция Та страна Мы с тобой не рассказали Где мы ужинали вчера И какие гастроизыски И какие гастрозвезды живут И как сейчас Стало красиво И вкусно Путешествовать В этих местах И какие маршруты И они абсолютно Я вот часто Просто выхожу из машины Иду по абсолютно Вот этим Колышащимся Таким полям И это абсолютно Красиво И конечно Сезон устриц Который В любое время года И как это называется Кокияж Все эти прекрасные Ну У меня есть Несколько фотографий Счастливый меня В этих Дары моря Лавках Ля Рушеля Это действительно Ну действительно Потом ты знаешь Туда вниз Своих марта Гонится К такой красивой Европе В этом действительно Есть большая история Красиво очень Спасибо большое И я должна поохотиться Покажи еще раз Покажи еще раз этикетку Своего коньяка В зоне коньяка Это Кстати говоря Это редкая птица Редкая ягода Скажут У ГОД У ГОД Виноградники В Обой А скидка еще распространяется Я попрошу агентов Достать Скидка еще распространяется Да Скидка еще Вайн экспресс 18 плюс Вайн экспресс Да 18 плюс Конечно же Спасибо Я должна покинуть вас Потому что я должна Готовиться к эфиру С Казахстаном 7 o'clock 7 м.s.k Поэтому Спасибо за эту Красивую историю Уникально Удивительно Я только что Ну теперь я очень Елена наверное заметила И она заметила Что я теперь Могу попасть Одним оттенком В эту роскошную В оттенок твоих стен В столовой Спасибо за историю Спасибо Миши Годей За такое Личное посвящение От рояля И бара И садика Это трогает до слез Действительно Нас благодарят за эфиры И я сама тебя благодарю Потому что точно так же Равносильно И если бы не эти все темы Если бы не ты И не наши Ну не только же мы Сверху или снизу обсуждаем Но то что мы придумали Французскую неделю Мне кажется Это очень красиво Спасибо И Таня Я тебя жду завтра В 5 часов Мы Наконец После Алкогольного заплыва Мы пьем чай Мы пьем чай Мы пьем чай Ну я тоже Но мы пьем чай Из французского фарфора Бернардо Ты расскажешь Расскажешь Все что ты знаешь True story True story О Лиможи О Бернардо И всех этих Прекрасных Совершенно Людях И И наша Французская Неделя Продолжается И друзья До завтра До Пяти часов Вечера До свидания Звони мне Татьяна Я позвоню Тебе сейчас Целую Пока Спасибо Спасибо